В Костанайском районе продолжается строительство водопровода. Жители сразу нескольких селок города Тобул будут 100% обеспечены питьевой водой, подавать которую будут без перебоев. Реализуют в районе проект по обеспечению газом, о развитии сферы инфраструктуры в Костанайском районе подробнее. Последние годы перебои с питьевой водой в городе Тобул и селе Заречное стали учащаться. Специалисты связывают это с поливным сезоном в летний период. Совсем скоро этой проблемой не будет вовсе. В этом году из областного бюджета выделили средства на строительство соединительного водовода. Работы по его строительству уже начаты. На сегодняшний день договор на подряд работы заключен, работы начаты, ведутся активно. Уже проложили один километр водопровода. Сейчас ведутся работы по переходу через Тобул. То есть способом прокова. В этом году планируем проложить водопровод 6,6 километров из 39 километров. То есть будет построен водопровод до насосной станции села Заречное. Для обеспечения местного населения водой было выделено свыше 1 миллиарда тенге. Пока позволяет погода, работы на участке ведутся активно. Главное, говорят подрядчики, построить сроки и качественно. Сложности, конечно, есть в этом объекте. Потому что, во-первых, нужно людей снабдить водой в Заречном и в Октябрьском. А во-вторых, здесь сложный рельеф. То есть мы два раза должны пересечь Тобул методом ГНБ. То есть по две трубы будем пускать, а на резервный участок. Делается приямок, значит, делается пилотная скважина. Пилотная скважина, допустим, они размеряют все это специальным прибором. Локатор называется. Локатором провивают, значит, такое-то расстояние. Потом делается приямок, и труба, этот бур заходит, и его введут по навигатору. И вот он идёт на расстояние, допустим, до 200 метров. До 200 метров, да. Да, да, да. И по дну реки, да, по дну реки, по дну реки ещё, где-то 3 метра. Выходит на приямок, и потом соединяем уже. Строительство водопровода запланировано на три года. Прокладывать новые трубы, а также устанавливать необходимое оборудование по очистке воды начали от улицы Кайрбекова в сторону села Октябрьское. Тем временем жители трёх сёл – Шеминовская, Майколь, Белоозёрка – готовятся к не менее важному событию. В их домах совсем скоро появится газ. В рамках проекта «Аул Ельбесыга» в Костанайском районе реализуется проект строительства газораспределительной сети. Подрядчики говорят, что у нас более-менее хорошая картина. В этом и заслуга ТО. Он как бы даёт людям деньги на подключение, счёт заработной платы он труженикам предоставляет такие суды. И люди активно подключаются. На сегодняшний день проект на завершающей стадии. Акимсила отмечает, что голубое топливо совсем скоро появится в домах сельчан. 62 из 165 уже подключены. Нурай Сапорбекова, Роман Попов, телеканал «Костанай».